О, наконец-то мы видим старые стены. Если честно говорить, они не такие же старые. Они окружают старый город. Построены они в 16 веке с султаном Сулейманом Великолепным. Рано я сказал, не забыл. Слушай, выключи его ради бога. Мам, что мы проезжаем? Мы проехали Мамиле. Я имею в виду улицу вот эту шикарную. И теперь подъезжаем Шаар-Яв. Но где ты собираешься встать? Не знаю, сейчас будет разбираться. А вот тут я и встану. За миллион денег нам плевать, правильно? Как? Хорошо. Что это? Что это? Отлично. Ого. Итак, мы видим символ Яросалина, башня Давида. Но на самом деле здесь находится цитадель, которую построил ещё в первом веке до новой эры Ира Великий. Она состояла из трёх башен. Во время истории будем говорить про шесть. Да. Какая слева? Слева осталась... Он назвал три башни именем своих близких людей. Это жены своей Мириам, друга Гипикус и Фациэль, брата его, которые погибли во время войны. А то, что мы с вами видим, это на самом деле во время Османской империи был построен здесь минорет. Так как паломники христианские приезжали сюда, они по ошибке приняли минорет за башню Давида. Они посчитали, что раз здесь жил Давид, значит, это башня, с которой он наблюдал. На самом деле Давид никогда здесь не жил, и Ир Давида находится совершенно в другой стороне. Так, и мы с вами сейчас находимся у Явских ворот. Мы сейчас увидим, зайдём прямо в Явские ворота. Вот самое интересное другое, что Явские ворота находятся слева. Вообще, в Средневековье было принято, что ворота имели такой поворот, зигзагусы. Для чего? Коница, да, чтобы не проскочила. Для того, чтобы конница не проскочила, и люди, которые держали в правой руке саблю, не могли ею воспользоваться. А сверху их поливали, мы сейчас зайдём, но я хочу другое сказать. Бойница, вы видите, бойница, через которую лучники стреляли, а сверху поливали горящее масло. Ну что же вот это за дыра, через которую все ходят для чего ворота? Вот этой пролома этого не было. Этот пролом делали турки, когда приехал Кайзер Вильгельм. Они были очень дружны, и они специально для него разломали этот кусок стены, для того, чтобы он проехал на своей машине. И через этот же проход уже в 17-м году генерал Аленби, который захватил Иерусалим, вошёл сюда в город, притом уважая святые места пешком. Пройдём через ворота. Я хочу, чтобы мы увидели ворота, как они выглядели. А кто их замуровал? Их не замуровали. А, вот так вот. А вот и Явские ворота, действительно. А ради Кайзера проломили стену, да? Да, ради Кайзера, конечно. Хотел проехать. Вот такой вид имеют ворота. Обратите внимание, что ходы оригинальные. Это мне сейчас, наверное, сказали, не фотографировать пограничников, даже если мне это очень захочется. Ясное дело. Вот мы прошли через Явские ворота в старый город. Итак, что я вам хочу. Мы сейчас с вами находимся на площади Ипанхатаба. Ипанхатаба. Я уверена, что вы все помните с вашего детства сказку о Вольке. Хатабыч! И как его звали? Волька и его дружок, не помню. Я только Хатабыч помню. Нет, и Бухатаба, да. Но он был джин из, по-моему, бутылки или откуда. Я уже забыла эту сказку. Старик Хатабыч. Я помню, он из бороды, только волосы. Вот, если мы сейчас посмотрим, как называется эта улица, вот, посмотри. И тут написано Обур им, Омар ибн Хатаб. То есть, Омар ибн Хатаб, это был второй халиф, который захватил Иерусалим. И в честь его назвали очень много места в старом городе. Это знаменитые Иерусалимские бублики, да? Бублики, да. А что в них знаменитые? Не, не хочу, а что в них знаменитые мы потом купим. Бегель называется. Я хочу сказать другое, что атаманский султан Сулейман Великолепный, там есть легенда, он решил город полностью достроить. Дело в том, что были разрушены стены, и он обложил город стенами. Но самое интересное, что зодчие, которые это делали, почему-то забыли Силомскую гору внести на территорию Старого гор. Да и оставили снаружи. Но он страшно разогневался и приказал их казнить. И вот сейчас мы можем с вами увидеть другое земляные могилки, которые считаются принадлежат вот этим вот незадачливым зодчим, которые такую большую ошибку сделали. Мне внесли всю инструктуру. Вот так вот. Так будет с каждым, кто плохо свои обязанности исполняет рабочие. Что ты говоришь? Так будет с каждым, кто плохо свои обязанности исполняет. Да. Это мы видим цитадель, да? Это цитадель Гордуса. И вот это вот башня, которая сохранилась. Она была огромная. В принципе, он ее построил для того, чтобы самое место было в стене охранять свой дворец. Вот мы отошли. Вот Явские ворота. Вот мы отошли метров 50. Давайте сначала все-таки по христианским местам, потом по еврейским. Вот на право еврейский, то есть еврейская часть, на лево христианская. Значит, город разделен на 4 квартала. Справа находится, вот в правую сторону армянский квартал. Чуть ниже примыкает к стене плача еврейский квартал. С этой стороны идет христианский квартал, примыкающий к храмовой горе, мусульманский квартал. Значит, если мы сейчас пойдем по этой улице, мы придем к храму. Пошли туда, да. Все, вот мы заходим. Тут очень скользко, такие полы. Очень такие людьми. До того, как мы попадем в храм гроба Господня, я бы хотела свечи купить, девчонкам попросили меня. Девочки, не обижайтесь, я куплю маленькие не потому, что мне жалко денег, а потому что я посылку их не смогу запихать. Вот, пожалуй, вот таких я куплю. Тут, видимо, есть белые восковые, парапины. Мам, я куплю маленькие, да. Какое-то, да. Это... Какое-то? Какое-то? Это один доллар. Один доллар один? Один шекел. И... Шелоса шекелин, какое-то в шекелин? В шекелин, какое-то? Это... Шесть. Это шесть-эхат, и это четыре-эхат? Это шесть. Это... Получается, что-то дешевле. Так, возьмем, наверное, вот так вот. Сувениры вам где покупали? Окей. Можно в Баскелоне в городе купить? Сейчас я зарплату. Можно в Баскелоне купить это? А? Тут, какого-то... Все, пошли, пошли, а то мы не пройдем, да, вот, права. Тут вообще везде вот всего навала, вон, всякого разного. Это мы идем... Наверх не смотрю, и на храм гроба Господня. Да. Вот мы сейчас на пути к храму гроба Господня. Он был разрушен несколько раз. И каждый раз мечеть Амара, как называется, была построена именно на ступеньках к храму гроба Господня. Почему? Потому что халиф Амар молился там. И вот сейчас мы увидим как раз небольшую мечеть Амария, которая находится буквально на входе в храм гроба Господня. Вот, видишь? Посмотри, написано Амар. Мой вес. Вот это с фотографиями, по-по-по-по-по-по-по. Случай, ничего. Вот, это она, да. Мы будем раскладывать в серебро. Что-то народу тут прибавилось за 10 лет, которые я... У меня они в коробке все. Пусть коробку и положишь. Что-то народу как-то... Это еще ничего. А что так много-то? Ну, это мало. Так, ну где? Давай уточняй. Мы входим в Атрию. Это двор. Атрию. Внешний двор. Промогу. Да, я подозреваю, что все свое серебро разложить я не особо смогу. Я возьму, положу все в коробку. Девчонки, не обижайтесь. Но это, походу, будет сейчас. Когда-то церковь Руба Господня построена Константином Великим. В 4 веке. Было в два раза больше, чем она сейчас. Дело в том, что ее разрушаем ноги. Вот сейчас. Вот мы можем даже увидеть колонны, которые стояли здесь. Видим, все это разрушено. А, вот, да. Вот я хочу сейчас отсюда сказать кое-каких слов интересных. Значит, ее достаивали крестоносцы. Притом, обратите внимание, за этого крестоносцев потом изгнали, настолько православные ненавидели крестоносцев, что они покидывали здесь похороненные короли Иерусалимы. Вот в Ульюнске и Голден. Их всех повыбрасывали. Вот эти вот колоны строили они, крестоносцы. Вот здесь интересно. Здесь есть чудо одной из колонок. Какое чудо? Значит, греки, не греки, а армяне, решили из-под тяжка заплатив деньги мусульманам извлечь благодатный огонь. Потому что церковь была закрыта. Они что? Они зашли в церковь и заперлись. Естественно, другие, православные греки, не могли сюда зайти. И Сафроний, один патриарх, стоял здесь и молился. Они молились. И тогда произошло чудо. Одна из колонок зрения, вот левой стороны, разломалась. Из нее грянул гром, вышиб благодатный огонь, и он зажег свечи. А где эта колонка сала? Мы сейчас туда зайдем. Это у меня говорят чудо, потому что... Сейчас палку сделают длиннее, видимо. Ага. Был ремонт. Видите, эта лестница была где-то в девятнадцатом веке поставлена. Был ремонт. Мы связи с тем, что все конфессии дрались между собой, имеется в виду, и католические, и греки, и армяне, и эти самые... Копты. То, в конце концов, они пришли к статус-кво и решили ничего не управлять. И связи с тем, что ничего не управляют... Даже лестницы не управляли, да? Они лестницы не управляли. За несколько, будем говорить, за такое большое время лестница должна была сгнить. Поэтому каждый раз, когда она портится, они ставят новую лестницу. Новую лестницу, я поняла. А, между прочим, крестоносцы... Вот это Голгофа. Вот это Голгофа. При Константине она была открыта. Крестоносцы построили вход на Голгофу. Но когда их выгнали, естественно, православные ненавидят, то они завели вход на Голгофу изнутри. Ага. Значит, в этот предел снятия одежды мы не можем зайти. Понятно. Ну что, двинемся? Двинемся. Пошли. Вари, я попробую поймать. Ты можешь нам потом сказать? Это колокольня. Было землетрясение. И она имеет усеченный вид, потому что она развалилась. Да. И достроили. Поэтому она, кажется, маленькая. Три этажа сделали. Короче, тут сумасшедший дом. Конечно же, если честно... А вот эти закупченные стены и пожары были. Да, пожары. Только не вынесли. Когда я здесь была очень много лет назад, мы были с Димой в пудний день, было очень мало людей. Сейчас, конечно, они там. Вот эта трещина, из которой греки... Вот эта трещина, из которой патриарх православный, грек, извлек огонь, вододатный руд на Пасху. Ага. То есть, эта трещина раскололась колонна, грянул дом и из нее вышла вода. Ага. Итак, заходим, да? А вот, собственно, камень помазания, который нужно нам добраться, чтобы ослопаться. у нас есть закрылась. Я слышала. Я слышала. Я слышала. Что ты не на земле? Я слышала. Я слышала. OK, keep walking. Вот нам нужно это место сейчас. Мы идем на Голгофу, а потом уже идет тело. Ну что, пойдем на Голгофу? Да, ты зайдешь, ты не пройдешь вообще. Самая главная наша цель, это конечно Голгофу. Это то место, где была лысая гора. Огромная гора, она называется Голгофу, почему? На Еврике Голгофу это Чех, большая дорога. И здесь было еще кладбище. И на ней гостики. Вот там построили креста. И сейчас мы с вами поднимаемся на это место, где Елена, жена, женщина Кеннадьева. Не жена, а мать России. И она крест нашла, да? Крест нашла там, где она не найдет. Вот мы сейчас будем сюда подниматься, я пока поставлю на паузу. Сейчас я буду подвиг совершать. Я туда пойду. Правая сторона католика, а где православие? Левая православие. Самое интересное, что мы пошли, да, поднимаемся. Там мозаика. Мозаика на дне. Шура, а ты вообще не в курсах. Вау, какие ступеньки. Мам, ты поднимаешься нормально? Мама, бедная. Тут такие ступеньки, метр на высоту, девчонки. Это франты иконы. Так, это... Подожди, это какая часть? Да, католическая. Давайте посмотрим католическая. Вот с чем они связывают. Смотри. Абрам решил принести в жертву Исхака. Да? Но ангел его остановил. Ты видишь? Ангел его остановил. И здесь получается, что Исюль, он принес сам себе жертву. Искупительная жертва. Это было искупительная жертва. И это искупительная жертва. И это искупительная жертва. Вырожай, выключайся. Вот тут. Вот тут. И вот это кресток. Это католический предел. И тут. Обратите внимание. Это проблемы и граждан. Нет. А не становится, как это вот так вон есть. Вместо того. Нет. 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 Уeter. Нет. Продолжение следует... Продолжение следует...